Привет! Как дела? Я уже рассказывала о том, как я снимала и сдавала жилье в Лондоне и сегодня по просьбе моих подписчиков я расскажу о том, что нужно учесть при съеме жилья на собственном опыте. Итак, напомню, изначально я приехала в дом брата на Стратфорде, там прожила у него полгода, после чего я сняла свою собственную комнату поближе к колледжу, где я обучалась английскому языку и уехала совсем в другой конец города, это район Вимбелдона. Там я снимала небольшую комнатушку, около 6 квадратных метров всего лишь, у меня была кровать, шкаф, комод и стол. Больше ничего в комнату и не вмещалось. В этой комнатке я прожила около года, после чего стала няней и уже путешествовала из квартиры в квартиру в качестве няни, проживающей в английской семье. Сначала это был дом в Фуллами, потом дом в Хаммерсмите, затем дом в Кенсингтоне. И вот так вот, в принципе, закончилось моё путешествие, но потом я вернулась в Лондон учиться в магистратуре и уже сняла свою собственную студию. И вот благодаря тому опыту, который у меня сложился, я расскажу сегодня, что нужно учесть при съеме жилья в Лондоне. Недавно меня спрашивали, на каких сайтах можно найти объявления об аренде жилья в Лондоне. Я снимала на двух сайтах, возможно, есть ещё какие-то. Первую комнатку я сняла на сайте ГАМ-3, и там же мы сдавались с братом комнаты на Стратфорде в его доме. А последнюю студию мне подсказала подруга поискать на сайте, точнее это был АП, приложение в смартфоне под названием Spare Room. Там просто заходишь, регистрируешься и также перебираешь все варианты, которые тебя устраивают или не устраивают. В общем, ищешь в этом приложении, но, по-моему, появился и сайт. То есть вот на этих двух ресурсах я искала себе жильё и, в принципе, подобралось неплохое жильё. Именно для того периода времени, когда я проживала в съемных квартирах. То есть в первый год жизни для меня было важно одно, но в последний год жизни у меня уже появились другие важные факторы, которые влияют на съём жилья в Лондоне. Итак, начнём с самого главного – район. Район, где вы хотите жить. Конечно же, это очень важный фактор для людей, которые уже разбираются в Лондоне и знают, в каком районе они хотят жить, в каком – не очень. Для меня всегда было важным жить в западных районах. Ну, на мой взгляд, это показали самые безопасные и более спокойные районы. Вообще считается, что восток и юг – это такие разбойные, север и запад – это более-таки английские, спокойные районы. Но, тем не менее, преступления происходят абсолютно в каждом районе. Численность преступлений по районам вы можете проверить на сайте, которые я прикреплю вам в описании ролика. Ну и как это примерно выглядит, вам показываю. Конечно, ценовая категория зависит от района. И чем дальше от центра, тем дешевле ваше жильё. Поэтому примерный такой разброс я даже не могу сказать. В среднем по аптеке комнату можно снять за 500 фунтов в месяц. Но, естественно, на Западе это будет иногда 800, иногда и 1000. На Востоке можно найти за 360, 400 я сдавала в 2017-18 годах. То есть средний ценовой диапазон съёма хорошей такой, неплохой комнаты – это 600-700 фунтов в месяц. Не знаю, как сейчас с ценовой политикой в Лондоне. Может быть, уже что-то изменилось. Может быть, люди сейчас и не сдают, некому сдавать. Но по своему опыту могу сказать так, что, в принципе, на тот же ценовой диапазон на Востоке вы можете найти комнату или квартиру на Западе. Но она будет маленькой и где-нибудь далеко, допустим, от метро. Но, тем не менее, меня бы это устроило больше, чем жить в большой просторной комнате на Востоке. Не очень люблю я восточные районы Лондона. Ну, наверное, для девушки это более важный фактор, потому что возвращаться в тёмное время суток страшновато в тех районах, где очень много различных мигрантов, где живёт большое количество хулиганов. Но, конечно, и в тех районах можно найти тихое, уютное, спокойное местечко, которое подойдёт именно вам. Для меня самым важным фактором было найти квартиру, которая была бы расположена недалеко от моего места учёбы. Чтобы не путешествовать по полтора часа день в одну сторону и не тратить приличные деньги на транспорт, напомню, транспорт в Лондоне очень дорогой, я предпочитала жить недалеко от места учёбы. Пусть переплачиваю за квартиру, но зато не доплачиваю за транспорт. То есть надо высчитывать, выгадывать, что вам более подходит. Мне было в тяжесть каждый день путешествовать три часа из Стратфорда в Фуллум, где я училась, и потом обратно. Эти поездки меня полностью выматывали, и кроме того, я платила каждый день за поездки в метро и набегала кругленькая сумма. Вторым немаловажным фактором для меня была близость к метро. Я предпочитала снимать жильё недалеко от метро, хотя впоследствии я больше стала пользоваться автобусами. Но об этом я позже расскажу. Первую свою комнату я сняла в Сосфилдс. Это было где-то минут 10 до станции метро. Так как мне надо было доезжать до колледжа каждый день, мой путь от станции до станции составлял примерно 15 минут. И так дойти до станции 10 минут, и там 5 минут до колледжа, в общей сложности я тратила на поездку каждый день 1 час. То есть туда полчаса и обратно полчаса. На автобусе до Сосфилдс было очень сложно добраться. Туда ходил только один автобус, 39 маршрут, от Патни Бридж, остановка которого, в принципе, находилась недалеко от моего колледжа. Но так как автобус ехал 40-50 минут по всему Мебелдону, я решила все-таки пользоваться метро. И так как две остановки находились в третьей и второй зоне, я платила столько же, сколько бы могла заплатить за автобус. Третьим немаловажным фактором является цена. При одинаковых условиях, конечно, мы выберем то, что подешевле. Но у меня, допустим, была такая ситуация в последний год моей жизни, когда я снимала студию, это был западный Кенсингтон. Цена за комнату там могла варьироваться от 700 до 900 фунтов в месяц. Но я нашла студию. Это отдельная комната, совмещенная с кухней, плюс санузел, отдельный ото всех. Но снимать студию я решила именно потому, что ко мне очень часто приезжала мама в гости на месяц, на полтора месяца. И в простой комнате, если бы я снимала, ей бы там не разрешили жить. А в студии я спокойно могла ее разместить хоть на целый год. Владелец был не против. Я его, конечно, предупредила, что будет приезжать мама. И я могла делать в этой студии, что хотела и жить там с кем хотела, хоть в течение всего года. Четвертым очень важным фактором является белый. Белый – это счета на коммунальные услуги. За воду, за газ, электричество. Даже есть у них еще cancel tax. Это налог на вывоз мусора, в общем, на благоустройство территории. В первой моей комнате эти белые были включены помимо отопления, за которое я платила дополнительно примерно 50 фунтов в месяц. Ну, зима в Англии, как вы все знаете, длится всего 2-3 месяца. Поэтому я оплачивала за 3 месяца еще 150 фунтов. И все. Но так как мы сами оплачивали отопление, нам приходилось немножечко экономить. Я так вообще очень редко включала отопление в доме. А квартиранты, когда знают, что отопление, все белы включены, очень спокойно пользуются, не думая и не парясь о том, сколько заплатит за это владелец. Поэтому при съеме жилья лучше, конечно, искать all bills included, то есть все счета включены. Но при этом цена, конечно, увеличивается на 100-200 фунтов. Поэтому смотрите сами. Если вы можете посчитать, ну, примерно узнать, сколько платить за отопление, за электричество, за воду, там, смотря за что владелец будет с вас брать оплату коммунальных услуг. И вы не так много тратите, сколько придется платить, если они будут включены. Поэтому, да, белы – это очень важный фактор, который нужно учитывать при съеме жилья. Пятым пунктом, очень важным, я считаю, наличие соседей. Если вы живете в sharing house, то есть в квартире, которую вы делите вместе с другими соседями, это очень важно знать, кто живет в этой квартире, сколько человек, сколько санузлов. Потому что если в квартире 7 комнат, а санузел 1 – это уже все. Это уже очередь по утрам, очередь по вечерам. Вы будете попадать в ванную, в туалет согласно очереди. Потом, опять же-таки, common space, то есть вот эти вот общие места придется или убирать самим, или надо узнать, приходит ли человек, который убирает эти места. Потому что жить в доме с другими соседями, которых ты не знаешь, убирать за ними кухню, чистить ванну и туалет придется и вам. В моем первом жилье у меня менялись периодически люди. И когда я въехала, у меня жило 2 индуса и польская пара. Польская пара, в принципе, были тихие, спокойные. Один индус был, тоже рабочий человек, которого практически никогда не было дома. А вот индус за стенкой у меня жил, он был бизнесмен, он был такой всезнайка, все ему было интересно, приходил на кухню, пока я готовила, все расспрашивал, а что это ты готовишь, а где это, а что. Ну и помимо этого, естественно, все вот эти их специи, когда он сам готовил, все это пахло по дому. И ставил потом вот эти вот индийские палочки, которые я не очень люблю. Потом приехала в комнату к полякам англичанка, а в комнату второго индуса, который был рабочий, заселилась венгерка. С ними мы отлично ладили и все у нас было хорошо. То есть раз на раз не приходится, какие соседи тебе попадутся. И даже если ты снимешь комнату с соседями, которые тебя более-менее устраивают, там по национальности, по их признакам, тоже в какой-то момент своей жизни ты понимаешь, с кем бы ты хотел жить, с какой национальностью, с кем бы нет. Поэтому когда пал выбор снимать комнату или студию, в мой последний год жизни в Лондоне, я сделала выбор в пользу студии. Еще одним немаловажным фактором является чистота в доме и в придомовой территории. Если у вас, допустим, в доме крыльцо, вот как было в моей последней студии, стоят баки с мусором, куча пакетов насыпана, это не очень хороший фактор, это будет так постоянно. А помимо этого, естественно, и в самом доме. Если существует уборка, раз в неделю человек от лендлорда, от владельца приходит и убирает общую территорию, то есть кухню, ванную, туалет, это просто шикарно. Но чаще всего существует дежурство по комнатам, и тебе приходится убирать за всеми. Вот этот фактор, конечно, очень сильно влияет на съем жилья, в зависимости от того, кто живет в твоем доме. Я, допустим, всегда старалась убирать за собой сразу. Приготовил что-то, все почистил, помыл и убрал. Но люди бывают разные, поэтому приходится отмывать, отдраивать практически каждую неделю по новой, по полной программе. И кроме того, скидываться в общий котел на чистящие средства. Ну, это еще плюс 5 фунтов где-то в месяц. Еще одним важным фактором является наличие мебели. Когда вы приходите смотреть комнату, вы видите, какая мебель существует. Если вы переезжаете с какого-то другого места, и у вас есть своя собственная мебель, тут надо уже договариваться с владельцем прямо по ходу действия. Если он вам показывает квартиру и говорит, вот эта мебель у вас, а вы говорите, а можно я сюда привезу свой шкаф, а вы этот шкаф вывезете. В общем, опять же-таки, должны совпасть все условия. Вы должны понимать, какой у вас багаж и влезет ли он в эту всю мебель, которая там имеется, или вам что-то придется докупать. Это все дополнительные финансовые расходы и трудозатраты. Кроме того, надо учесть, что находится рядом с домом, близлежащую территорию. Будь то это магазин какой-то или склад, или у вас окна выходят на улицу, вы постоянно будете слышать какие-то шумы, грузопогрузки, разгрузки или проезжающих машин. А бывает так, что у вас выходят окна в какой-нибудь двор-колодец или вообще в какую-нибудь черноту. Поэтому смотрите всегда за шторками, что там происходит в окне. Насколько тихая местность? Для меня еще важным фактором было наличие зеленой зоны или каких-либо парков, садов рядом с домом, где я могла бы бегать по утрам или просто выходить на пикники в выходные дни. Девятым пунктом я бы назвала наличие магазинов рядом с домом. Так сложилось, что рядом с моей первой квартирой, где я снимала комнату, не было абсолютно никаких магазинов. Был только один, по-моему, локальный Сейнсбург, но в локальных магазинах очень мало что можно купить, подобрать для себя. Поэтому мне бы приходилось ездить еще две станции метро в Вимблдон, в большие гипермаркеты, чтобы купить подходящую мне еду. Или я путешествовала пешком 40 минут в район Ворнсфорд, где тоже находились большие супермаркеты. Поэтому если для вас не важно, сколько магазинов существует рядом с домом и что вы там можете купить, этот фактор можете выбросить. Ну и самым важным фактором является договор с лэндлордом, то есть с владельцем квартиры. Какой залог надо вносить? Дают ли за этот залог расписку? Лучше залог, наверное, внести по безналу, чтобы была возможность доказать, куда вы этого платили, сколько и когда. Опять же таки, при каких условиях вам возвращают залог? То есть читать полностью договор, читать полностью свои права и обязанности, и права и обязанности лэндлорда. Предъявлять лэндлорду, если что-то пошло не так, и говорить о том, что если какие-то правила нарушены, обязательно надо быть в тесном контакте с лэндлордом. Конечно, если вы что-то нарушили, что-то испачкали, разбили и так далее, с вас вычтут эту сумму, скорее всего, с залоговой стоимости. Но по окончании периода вашей жизни в этом жилье вам, в принципе, должны выплатить этот залог обратно. Ну, или вы должны последний месяц доживать за счет этого залога. Ну, наверное, про договор и о том, какие документы надо предъявлять при съеме жилья, я буду рассказывать в следующих роликах. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok